Суд отпустил Павла Дурова под залог в 5 миллионов евро. В среду судья в Париже принял решение выдвинуть официальное обвинение основателю Телеграма. Суд запретил Дурову покидать Францию, говорится в сообщении. Сейчас же пропаганда в России, в частности Симонян, пишет, что Дуров не захотел якобы в свое время сотрудничать с ФСБ и покинул Россию. А с западными спецслужбами он частично сотрудничал, и что, мол, это ему не помогло. То есть в контексте того, как опасно доверять Западу. Но, тем не менее, Абас, то, что Дурова отпустили, на ваш взгляд, это такой процессуальный момент или дело, как говорят, спускают на тормозах, это первое. И второе, то, что сейчас многих интересует, есть ли у Дурова все-таки какие-то связи с Кремлем? Комментируя кейс Дурова, я сразу, я все время сразу делаю оговорку, что известно слишком мало, чтобы уверенно о чем-то рассуждать. И я постоянно подчеркиваю, что вот мы постоянно пытаемся найти в этом деле политику, а не факт, что она там есть, или не факт, что она там занимает ключевую роль. То есть если бы вот такое происходило в России, у меня не было бы никаких сомнений, что, учитывая масштаб фигуры Дурова, его значимость, что это история про политику. Ну то есть никакие правовые соображения, ну типа есть состав преступления, нету состава преступления, да, ну не помешают российским властям посадить человека, если они начать против него уголовное дело, если они считают, что это им политически выгодно. Но это же Франция, это же не Россия. Во Франции право автономно, как и в любой нормальной демократии, за что мы лежим в демократии, там право автономно, оно не подчиняется политике. Конечно, не надо идеализировать ситуацию, какое-то взаимодействие между правом и политикой есть и там. Значит, политика это вообще такая сфера, которая периодически пытается расширить зону своих интересов, торгнуться и туда, и туда, и туда. Периодически происходит политизация чего угодно. Но тем не менее, системного такого вот подчинения, чтобы право было служанкой политики, как в России, там нет. И поэтому вот эти решения возбудить дело, арестовать, отпустить под залог, вот эти все решения, они вполне могут быть чисто правовыми. Ну, условно говоря, судья посмотрела на обвинения, которые предъявлены прокуратурой, и решил, что, ну нет, не тянет, так сказать, на то, чтобы вот прямо сейчас его в каталажку запереть, и пусть там сидит месяцами, да, пока идет следствие. Залог, достаточная, значит, страховка, достаточное наказание, достаточная мера. Вот, и все. Ну, то есть это вот решение принято не потому, что там из администрации Макрона позвонили и велели вот так сделать. Вот, да, дескать, он с нами там договорился, пообещал нам что-то там всех сдать, и вот поэтому давайте не будем сильно на него давить. Нет, а в России бы, вот это, если бы это произошло, точно так вот можно было бы интерпортировать. Во Франции нет, вот этой однозначности, вот такой позволяющей быстро выносить вердикт, как ситуация с российским правосудием, вот нет, нет такого, понимаете. Вот давайте это просто иметь в виду, ну, и будем наблюдать за происходящим. Не обязательно прямо сейчас делать какие-то такие глобальные выводы, да, кто прав, кто не прав, кто о чем, так сказать. Вот, ну, то есть это я вот так ответил на ваш вопрос о том, в чем смысл того, что его отпустили под залог. Не знаю, может быть это просто правовое решение. Значит, что касается его сотрудничества с Кремлем, то косвенных признаков того, что таковое сотрудничество есть, хватает, но ни один, ни одной из них не является, вот, знаете, на сто процентов, ну, то есть для меня недостаточно, для того, чтобы сказать, все, дуров, там, по скилке ФСБ, так сказать. Вот из того, что я пока слышал, я принимаю эти обвинения к сведению, у меня у самого есть, я их неоднократно озвучивал, допустим, штабам Навального, он в какой-то момент там блокировал каналы, когда они пытались организовать умное голосование, вот, потом канал жен мобилизованных, он пометил плашкой фейк, вот, поэтому, ну, есть странные вещи, которые позволяют, значит, предположить, что что-то там какое-то сотрудничество есть. Вообще, вот эта странная история с его поездкой в Баку и со встречей, предполагаемой встречи с Путиным, которая, якобы, там готовилась, ну, это такая неоднозначная, конечно, история, то есть нельзя сказать, что он совсем рыцарь в белых одеждах, но, с другой стороны, конечно, ну, нельзя упускать из внимания тот факт, что Телеграм играет колоссальную роль в деле борьбы российской оппозиции, ну, вообще всех критиков режима Путина с путинским режимом, это чуть ли не единственный канал, ситуация, когда уничтожена в стране полностью свобода слова, это чуть ли не единственный канал, чуть ли не единственная площадка, где оппозиционеры, критики режима могут вести борьбу, ну, практически на равных, так сказать, да, по крайней мере, в организационном смысле, с режимом. Ну, то есть режим тоже активно присутствует в Телеграме, да, он там создает массу трепровластных Телеграм-каналов, там все эти военкоры там присутствуют и так далее, и так далее, и так далее, вот, то есть это не то, чтобы площадка, где безраздельно господствует оппозиция, но и оппозиция тоже может там свободно оперировать, и с учетом того, что вот власть, ну, допустим, закрой сейчас Телеграм, власть что, сильно потеряет? Нет, ну, у нее же есть другие каналы коммуникации, есть официальный телевизор, есть СМИ, эти официальные газеты, там, радио, там, да, вот, и они-то до людей достучатся, а вот оппозиция, ну, она очень сильно проиграет. Вот остался Ютюб на равных, да, вот сопоставим с Телеграмом по масштабам, по объемам, но Ютюб, он того и гляди, закроют, да, и в этом смысле Телеграм, это прям вот чуть ли не единственная возможность для оппозиционеров достучаться до глубинного народа и вести там антипутинскую агитацию, вот, и поэтому Телеграм непропорционально, при том, что формально, повторюсь, там присутствуют и провластные, и антивластные, так сказать, элементы, но провластным он дает гораздо меньше, чем антивластным, потому что провластные у них другие площадки есть, а у этих почти не других площадок, понимаете, и у антивластных, вот, и это тоже, конечно, когда мы говорим о том, что может быть где-то там в какой-то части Дуров, там, СМИ-10, СССРБ, но это вовсе не значит, что вот он, так сказать, полностью там абсолютно там враг российской, условно говоря, оппозиции. Нет, для оппозиции он сделал очень многое. Аббас, очень много говорили о том, что Дуров мог встречаться с Путиным или с кем-то из команды Кремля, да, Путина именно в Азербайджане. Очень так вот это вот совпадение, да, что они оказались оба в одно время и практически в одном месте. Встречались ли они или с кем-то с команды Путина, как вам кажется? Не знаю, ну, официальная информация была, что, ну, такая полуофициальность, что нет, не встречались, но слухи очень разные, хоть надо понять, что сейчас такое бурление происходит, оно вынесло на поверхность столько самых разных версий, что поди вот разберись. Ну, например, вот давайте я вам расскажу, чтобы просто, вот на примере, чтобы это не просто абстракция, да, вот конкретный пример, ну, вот мне рассказывают, например, мои источники там, ну, в высоком эшелоне, высоких эшелонах, хоть российских элит, а те, которые не любят сейчас. Вот, и они рассказывают мне, знаешь, как на самом деле, так сказать, что там, в чем причина-то? Да вот она в том, что, значит, после событий 7 октября, когда Хамас напал на Израиль, ЦРУ совместно с Моссадом проводили расследование, и они вышли на то, что, значит, подручный Сечина, а Сечина один из главных путинских, так сказать, ну, самых близких к нему людей, самых близких помощников. Формально он возглавляет компанию «Роснефть», но в реальности он, если можно так выразиться, знаете, неофициальный член Совета директоров ФСБ, вот, ну, то есть один из тех, кто вот прям принимает решение. Вот, он, значит, якобы финансировал Хамас через криптобиржу, которая принадлежит его подельнику генералу Феоккистову, тоже чекисту. Значит, и вот, когда американцы это выяснили, они начали давить на Дурова, типа, дай нам доступ к переговорам, к переписке, к общению вот этого генерала Феоккистова с Сечиным. И Дуров об этом, ой, извините, и Сечин об этом узнал, а он и Сечин тут же, значит, бросился спасать ситуацию, потому что он испугался, что американцы, получив доступ к этой информации, не то, чтобы даже уличать там Россию финансированием Хамас, а его больше встревожило то, что часть этих денег, которые Путин выделил на финансирование Хамаса, на самом деле Сечин украл, куда-то увел налево, вот. И сейчас американцы получат доступ, если Дуров сольет мою переписку с Сечистом, получат доступ к информации о моей кубышке, может, ее раскопают там, да, и тогда выяснится, что я еще у деньги выграл Кубу Путина еще в 2017 году, когда приватизировался Роснефть, но, повторюсь, это источники рассказывают, да, а, значит, ну и тогда там, ну, Путин меня вообще там подвесит, так сказать, да, и тогда, пытаясь найти союзника, так сказать, в Дурове, Сечин там пообещал, давай, прилетай в Азербайджан, я сейчас тебе встречу с Путиным организую, и ты с ним все обсудишь, и все свои проблемы решишь, какие у тебя там есть проблемы с ФСБ, с властями, с Роскомнадзором и так далее. Вот, говорят, что, на самом деле, Сечин даже и не пытался организовать встречу Дурова с Путиным, то есть Дуров прилетел, а Сечин сам с ним встретился, и после этого сразу Дуров помчался во Францию сдаваться французским властям, ну, то есть намекают на то, что Сечин, так сказать, начал на него давить, и тот понял, что, значит, лучше спрятаться в французской тюрьме, чем оказаться в тюрьме российской. Или новичок. Ну, да, 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 да. Ну, действительно, у Сечина такая репутация, человек абсолютно отмороженный, у него кличка такая, носорог, знаете, значит, как говорят, носорог плохо видит, но при его весе это не его проблемы. Значит, повторюсь, я не имею возможности проверить эту информацию. Повторюсь, ее рассказывают недоброжелатели Сечина, которые, возможно, просто пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы, ну, там, поднасолить, так сказать, своему противнику, да. Вот, но вот это просто пример от того, какая муть поднялась сейчас там со дна, понимаете? И разобраться сейчас в этой истории, где там человек, кто прав, кто и виноват, ну, крайне затруднительно. Особенно учитывая то, что, в конце концов, пока еще даже суть обвинений не до конца ясна, ну, во всяком случае, мне кажется. Вот я еще показываю себя выводы, так сказать, о том, в чем конкретно он обвиняется, я еще не могу этого. Вот, поэтому я пока вот предлагаю всем, так сказать, судить очень осторожно. Российское общественное мнение, либеральное, оппозиционное, оно, конечно, понимаете, оно, судя со своей колокольни, оно очень травмировано вот этим 25-летним давлением государства на граждан, на свободу слова. И поэтому им теперь вот везде мерещится, значит, тотальтаризм такой, признаки тотальтаризма, да. То есть все, что делают силовики, все, что делают спецслужбы, все, что делает государство в отношении, ну, какой-то там коммуникационной площадки, которую там можно назвать свободой слова, да. А вот тут же все это объявляется преступным посягательством, на свободу посягают, надо бороться. Вот, там, да здравствует свобода слова. Но надо просто понимать, что свобода слова – это категория политическая. А когда ты используешь ее для описания не политической реальности, а реальности правовой, повторюсь, во Франции право не подчинено политике, и далеко не каждое правовое решение продиктовано политической логикой. И вот идет расследование, ну, конкретное разбирательство в части там конкретных преступлений, вот, а тут мы начинаем кричать про свободу слова. Это очень искажает восприятие, потому что, ну, в части вот права, свобода слова – это совсем другой смысл категория несет, чем в части политической, понимаете. Я специально, когда все это началось, я специально позвонил одному своему хорошему знакомому во Франции, который очень хорошо, ну, в местной политике разбирается, ну, прям профессионал. И спросил, что ты про это думаешь. И он сказал, я пока не буду, значит, комментировать, еще не понимаю. Но вот тебе для контекста, я, говорит, скажу, что вот во Франции слово «телеграм» периодически, если всплывало вот в мейнстримных медиа, да, то как раз в связи с рассказами о том, что вот расследуется там очередной теракт, очередное преступление, да, и там периодически мелькало. Террористы там, вот эти, Шарли, До, так сказать, какие-то еще и так далее, да, террористы там создали чат в «телеграме» и там вот договаривались. То есть слово «телеграм» мелькало периодически. Вот в среднем у француза, если он про «телеграм» что-то слышал, да, то оно у него мелькало как некая площадка, где вот террористы коммуницируют там, ну, или прочие преступники, да, и планируют свои действия. Вот, так сказать, контекст. Ну, я на этом остановлюсь. Мне кажется, что сейчас вот все, что более-менее уверенно я мог сказать, я уже сказал. Дальше уже такие спекуляции пойдут, не дай бог. Будем следить. Субтитры подогнал «Симон»